Библейский портал экзегет.ру представляет Девятая глава Евангелия от Иоанна. Для библейского портала экзегет я читаю свой перевод с небольшими комментариями. Вот у нас уже не раз встречалась тема греха и смерти. В предыдущей главе «Вы погибнете во своих грехах», говорит Иисус, если вы, соответственно, не послушаете моего слова. До этого там еще была женщина, которую поймали на супружеской измене и собирались забросать камнями, то есть казнить за этот грех. Ну, казалось бы, такое обычное утверждение для очень многих религиозных традиций, в том числе и для тогдашней, которой они все принадлежали Ветхозаветной, что грех приводит к страданию, к болезни и к смерти. А как это работает? Иисус проходил по улице и заметил человека, который был слеп с рождения. Ученики задали ему вопрос. Рави, он родился слепым? Так кто же согрешил? Он сам или его родители? Ну, оба ответа, как бывает, когда улавливают Иисуса, но здесь они, кажется, всерьез задают вопрос. Оба ответа плохие. Если он согрешил сам, то где, простите, в утробе матери? Что же он там такого ужасного сделал? Ну, еще есть только допустить переселение душ, то это универсальный ответ на все вопросы в прошлой жизни. Но нигде мы в Библии не видим даже намека на переселение душ. А если его родители, то это же очень несправедливо. Хотя часто люди так считают, что там ребенок, родившийся у неблагочестивых родителей, или страдает из-за их грехов. Ну, далеко не всегда он рождается у неблагочестивых, а у неблагочестивых далеко не всегда рождается больной. И похоже, что учеников действительно это интересует. Вот надо понять связь между страданием и грехом, и тогда многое станет яснее. Иисус ответил, это не за его грех и не за грех его родителей. Он слеп для того, чтобы о нем проявились божьи дела. Понимаете, они задают вопрос, за что? А Иисус отвечает на совсем другое. Для чего? Он очень часто переворачивает вопрос, отвечает на другой. Вот просто страдание есть, но страдание – это повод проявить на нем божьи дела. Что это значит? Ну, для начала помочь ему. Вам следует творить дела того, кто меня послал, пока длится день. Грядет ночь, когда никто не сможет действовать. А пока я в этом мире, я свет для мира. То есть, он свет, а этот человек сидит во тьме. Значит, вывод логичен, нужно его просветить, причем буквально физически. Дальше очень странное действие. Сказав, что он плюнул на землю, как будто жест презрения, да, смешал слюну с землей, этим помазал глаза слепому. Звучит так даже неприятно. И сказал ему, ступай, мойся в купеле Силуам. Название переводится как посланник. Ну, как раз очень хорошо он о себе говорит, как о посланнике. Зачем ему было делать вот это вот, как в старом переводе, брение? Ну, по-русски так никто уже не говорит. Грязь развел, да? И помазал глаза грязью. Разве не мог просто так сказать? У нас же был уже эпизод, где он исцелил мальчика вообще в другом городке находящегося, да, одним только словом. Почему вот такое действие? Я не знаю, но мне кажется, что смысл здесь может быть такой скорее как бы педагогический. Он говорит, следует творить божьи дела пока день. И понятно, что в качестве лекарства это довольно странная вещь, но тем не менее он что-то готовит, да? Он не просто говорит, но он действует. У нас же нет обычно способностей к чудотворению, но у нас есть руки, ноги, всякие разные предметы, вещества, с помощью которых можно помогать больным. Тот пошел умылся и вернулся зрячим. А между прочим, мог возмутиться. Ты что еще издеваешься надо мной? Что ты мне тут глаза какой-то гадостью мажешь? То есть нужна хотя бы минимальная степень доверия. А его соседи, те, кто его раньше видел, как он простил милостыню, говорили. Разве это не он раньше тут сидел и собирал милостыню? Ну, еще бы такая перемена. Одни считали, что это он, а другие отвечали, не, он просто похож на того. Но сам он подтверждал, что это он. Тогда его спросили, как же глаза твои прозрели? Он ответил, человек по имени Иисус смешал слюну с землей, этим помазал мне глаза и велел мне пойти к купели Силуам и умыться. Я пошел умылся и прозрел. Они стали его спрашивать, где живет тот человек, но он сказал, что не знает. Ну, понятно, интересно же. И вот привозят того, кто был прежде слеп, к фарисеям, но к духовным вождям, и нужно как-то с ними разобрать эту ситуацию. А день, когда Иисус смешал слюну с землей и сделал его зрячим, был субботним. Почему он все время делал это по субботам? Ну, в самом деле, можно же было избежать этого лишнего конфликта. Ну, подождать денечек, какая разница, он всю жизнь прожил слепым, еще один день ничего не изменит. А вот он творит добро в субботу. Фарисеи тоже стали его расспрашивать, как он прозрел, и он им ответил. Он помазал мне глаза грязью, я умылся и теперь вижу. Некоторые из фарисеев на это стали говорить, тот человек не от Бога, раз он не соблюдает субботу. А что он такого страшного сделал? А вот исцеление, да, вот еще, может быть, почему он сделал физически что-то, потому что это выглядит как работа, да? Как будто он специально нарушает субботнюю вот эту вот практику полного бездействия, но для определенной цели. Некоторые из фарисеев на это стали говорить, тот человек не от Бога, раз он не соблюдает субботу. Другие им отвечали, как же грешный человек может сотворить такие знамения? Такой между ними вышел раздор. Вот раздор, распря, спор, частое слово Иоанна, насколько делятся люди по отношению к Иисусу. И вот они говорят бывшему слепому, а что ты скажешь о нем, ведь это он сделал твои глаза зрячими. Ну, в конце концов, если такое разногласие, то, может быть, он какие-то аргументы приведет в пользу той или иной точки зрения. Тот ответил, он пророк. Иудеи так и не поверили, что этот человек был слепым и прозрел. Ну, потому что не вписывается в нашу картину мира. Тогда они позвали родителей прозревшего и спросили их, это ваш сын? Вы говорите, что он родился слепым, как же он теперь стал зрячим? Его родители сказали в ответ, мы знаем, что это наш сын и что он родился слепым. А как он теперь стал зрячим, мы не знаем. И кто дал ему способность видеть, мы не знаем. Спросите его самого, ведь он взрослый и может сам говорить за себя. Его родители сказали так, потому что опасались иудеев. И те иудеи приняли решение отлучать от синагоги всякого, кто признает Иисуса Христом. Потому родители того человека и сказали, он взрослый, спросите его самого. Им бы порадоваться, кровиночка их прозрела, да? Да, но страшно оказаться в изоляции, отлучить от синагоги. Это же не то, что не пустят больше в эту синагогу, а придется ходить в дальнюю, да? Это значит, вообще человека вычеркивают из общества. Он как язычник, как чужой абсолютно. Все друзья перестают общаться. Ну, мало кто такое решится себе самому устроить. Даже вот лучше вот как-то пусть сам за себя отвечает, пусть его отлучат не нас. Ну, и такие родители бывают. Тогда того человека, который прежде был слепым, вызвали во второй раз и сказали ему, прославь Бога, мы же знаем, что тот человек грешник. Прославь Бога, возможно, формула клятвы. То есть, ну, расскажи нам, наконец, как это было, по-настоящему, да? А тот ответил, не стал прославлять Бога, да, как бы он в своей жизни теперь прославляет его. Грешник ли он, этого я не знаю. А знаю я только одно. Я был слепым, а теперь я вижу. Как часто люди делают какие-то глобальные выводы, рассуждают о чем угодно, о какой-нибудь там геополитике, я не знаю, о духовности. А он говорит, а я знаю только одно. Я был слепым, теперь я вижу. Все. Вот что я четко могу сказать, то я и говорю. И не придумываю каких-то воображаемых сущностей. Они его спросили, что же он сотворил с тобой, как сделал глаза твои зрячими? Ну, вообще, конечно, хочется знать секрет, потому что другие тоже бывают слепые люди. И вообще разобраться в том, что происходит. То вот им сказал, я уже вам рассказывал, но вы не стали меня слушать. Он прозрел. Ему вся эта вот их суета. Ну, представляете, какая радость у человека, да? Отлучат его от синагоги, не отлучат его, к жизни обратно прилучили, да? К полноценной. Зачем вы хотите выслушать это еще раз? Может, и вы хотите стать его учениками? Он же как-то в нападении идет. Но я же сам вот знамение, я же сам чудо, да? Тебе стали его бронить и говорили, это ты его ученик, а мы ученики Моисея. Ну, наконец-то они нашли повод его в чем-то обвинить, да? Мы знаем, что с Моисеем разговаривал Бог, а откуда взялся этот, мы не знаем. Тот человек сказал им в ответ, это удивительно, что вы не знаете, откуда он взялся. Ну, вы же духовные учителя, даже вы же вожди наши. И как сделал мои глаза зрячими? Мы знаем, что грешников Бог не слушает, а слушает только того, кто благочестив и исполняет его волю. Испокон веков не было слышно, чтобы кто-то сделал зрячим слепорожденного. Не будь он от Бога, он бы не смог сделать ничего такого. Простая человеческая логика, да? Вот такое ощущение, что он прозрел, и они все нет. А они все слепы. То есть, видят только он. На радостях, что он видит физически, но он видит и простую логическую последовательность, да? Которую они, видите, отказываются, и в каждый момент времени забалтывают ее какими-то посторонними сюжетами. Ну, вот и сейчас. Ты родился целиком во грехах и взялся нас наставлять, так ответили они ему, и выгнали его вон. То есть, родился целиком во грехах. Помните, начиналось это все с чего? Он согрешил в утробе, кажется, можно ли такое себе представить, или его родители. А эти уже категорично знают. Раз ты родился слепым, значит, ты родился во грехах. В чьих там, неважно. И с тобой вообще разговаривать не нужно, даже если ты уже исцелился. Вот сколько поводов сказать, что этого человека не нужно воспринимать всерьез. Правда? Это его, не знаю, национальность, пол, еще что-то, цвет глаз. Вот его физическое увечье, да, а это потому, что он такой плохой. Иисус услышал, что фарисеи выгнали того человека, нашел его и спросил его. Вот смотрите, они все спрашивают, как он тебя исцелил? Вот дай нам протокол лечения или показания на этого, значит, странного человека, мы его осудим. А Иисус о чем спросит его? Наверное, о чем-то очень важном. Веришь ли ты в Сына Человеческого? Какая разница? Я зрячий, был слепым. Тот в ответ переспросил, а кто он, господин? Скажи, я поверю. Ну, понятно, теперь Иисус для него абсолютный авторитет. И он не говорит, вот что, дескать, докажи мне что-то. Просто скажи, я доверяю тебе, ты же меня исцелил. Иисус ему сказал, ты его видел, и он сейчас с тобой говорит, вот кто он. Ты его видел, да, вот такая игра слов. Они все его видели, но видел его только этот. Остальные смотрели, но не замечали. Верую Господи, ответил тот и поклонился ему. Вот все, что нужно, да. Смотрите, мы выяснили с самого начала, нам сказал Иисус, что он слеп для того, чтобы на нем явились дела Божьи. С одной стороны, чтобы его исцелить, чтобы его сделать зрячим, это дело Божье. А с другой стороны, он оказывается единственным зрячим среди всех слепых. Дела Божьи являются в его делах, да. К нему проявили это, и он проявляет это по отношению к Иисусу на глазах у всех остальных. Только он среди них и стал по-настоящему зрячим. Иисус сказал, я пришел в этот мир ради суда. Он же говорил, что он никого не судит, и вдруг наоборот. Ну, дочитаем. Чтобы незрячие прозрели, а зрячие ослепли. Смотрите, незрячего он сделал зрячим, да. А тех, кто был физически-то зрячим, он никого там не ослепил, да. Просто они сами себя ослепили своими какими-то стереотипами, предрассудками, своим упрямством. Вот бывает так, что человек смотрит в упор и не видит ничего. Рядом с ним были некоторые из числа фарисеев. Они его спросили, что мы тоже слепые. А фарисеи же очень озабочены этой ритуальной чистотой. Если они тоже слепорожденные, получается, и они во грехе родились, да. Это такое оскорбление. Иисус им ответил, будь вы слепым, и не было бы на вас греха. А раз вы говорите, что зрячие, то грех на вас и остается. То есть, понятно, смысл в том, что зрячий и слепой – это не только физическое состояние, хотя, понятно, у человека либо есть зрение, либо нет, либо, как у меня, не очень хорошее. Но это про его выбор, видеть или нет. И вот когда человек не видит, ну, просто потому что не удалось ему это увидеть, да, не было возможности, то он не имеет греха. А вот те, кто говорит, да, я все вижу, но при этом принимают решение не видеть на тех, остается грех. И вот еще и еще раз Иоанн подчеркивает, что суд не в каких-то внешних действиях. Не в том, что он там садится на трон, а перед ним приходят толпы людей, и он говорит, ты виновен в ад, а ты, наоборот, освобожден от наказания в рай. Абсолютно не это. А его появление высвечивает в людях то, что в них и так есть. Реакции людей являются этим самым судом, который, конечно, имеет очень серьезные последствия. Но вот здесь дальше, чем дальше, тем будет меньше действий, больше речей. Вот десятая глава, там будет много речи, как раз как тоже некоторые комментарии к тому, что в девятой произошло. Продолжение следует...